Тромка, друзья! Прямо сейчас мы посмотрим матч с участием просто настоящего героя креативности, который не боится играть необычно, а наоборот старается развлекаться в Варкрафте и тренируя и пробуя какие-то необычные вещи. Поэтому, надеюсь, вам понравится. Спасибо большое за вашу поддержку в виде лайков и комментариев и приятного просмотра. Речь про Джереми. Это китайский игрок за Альянс. Тур стартует снизу справа на карте Шелл Грейв. Его оппонент это неплохой французский игрок за Нежить. Его настоящий никнейм это Фезер Голем. Это просто его никнейм в Баттлнете. Карта достаточно макроориентирована, потому что много точек, очень много шахт. И, соответственно, обычные игроки за Альянс на этой карте пытаются ставить экспанд. В принципе, это же касается и многих других раз на этой карте, в зависимости от персонального игрового стиля того или иного игрока. Уже очень интересное местоположение аутаря у Джереми, потому что он поставил аутарь слева, то есть он собирается закрепить сначала лагерь наемников и уже после этого начать действовать. Его оппонент, с другой стороны, поставил поздний Зюкурат, то есть у него раньше появляется в Урдалаке, но при этом это будет, скорее всего, не рыцарь смерти. Действительно, Лич достаточно редкий выбор, но, тем не менее, Лич иногда имеет право на жизнь. Первый герой против Альянса в первую очередь, потому что можно прибежать, отменить строительство экспанда оппоненту. У тебя сильный рейнджевой герой с самого начала, плюс здесь хорошая комбинация в Урдалак-Лич, то есть Лич использует новую, замедляет, в Урдалаке окружают, съели все довольные, все счастливы и так далее. Ну, кроме оппонента нежити, понятное дело. Да, конечно, это не так надежно, как рыцарь смерти. Рыцарь смерти более стабилен, поэтому обычно всегда им и играют, но, опять же, когда ты хочешь просто повеселиться, ты иногда делаешь какие-то не самые обычные вещи. Обратите внимание, Джереми добавляет третью ферму, для того, чтобы нанимать наемников, так что у него явно план идти на эту точку. Пехотинец отправляется на разведку, хочет посмотреть, что там, кого там и куда, что вообще он планирует делать. Лич наконец-то появился, продает на светах телепорта, жезл, некромантии, жертвенный череп, не продает алтарь, и с Урдалаками он отправляется вниз. В теории здесь Лич может использовать новую окружить пехотинца, но это несколько тяжеловато, поэтому он сознательно отказывается от этой цели и просто идет ставить дополнительную базу, заказав шестого Акалита. Ново в толпу оппонента, сразу же жертвенный череп для того, чтобы началась регенерация здоровья, забирает лесного троля, для того, чтобы он не мог использовать внутренний огонь на всех союзных нейтральных юнитов. Тем временем, уже нанял первого наемника Альянс, это лесной темный жрец. Точка закреплена, есть второй уровень у Архимага, Аура, соответственно, и большая банка здоровья. Точка тут тоже достаточно легко крепится андедом, без потерь, немного по здоровью просели, но они вернутся домой и просто будут восстанавливать здоровье на пророк этой земле. Зикурат сначала ставится, после того, как Зикурат поставится, уже будет ставиться шахта. Ну и второй Лич выпадает тарисману скользания, явно не тот дроп, который хочется, хочется какие-то когти, хочется какой-то амулет энергии, хочется что-то полезное. Ну как бы не был неприятен артефакт, тарисману скользания просто на фоне других не так ярко выглядит, его можно продать. Его можно продать, это дополнительное золото, это как раз то, что не помешает андеду в такой ситуации. Тем временем, Альянс все-таки собирается ставить, судя по всему, дополнительную базу, при том, что он знает, что делает его оппонент. Лич при этом сам отправляется в агрессию. Тут очень побитый рабочий есть, тролля Берсеркера нанимает, ферму построил для того, чтобы можно было постоянно нанимать. Хрустальный шар выпадает, ну на удачу, в принципе банка здоровья есть, поэтому хотя бы один сверхполезный артефакт имеется, ну и плюс хрустальным шаром можно палить карту, что в итоге и делает Альянсу, удостоверившись, что оппонент строит шахту, рабочими возвращается обратно. В принципе троллиным жрецом можно рассеивать скелетиков, что он и делает. Очень много вруделаков у Андеда и вот сейчас мы видим силу Лича в какой-то степени. То есть можно подзабрать несколько юнитов на халяву и он не дает возможность Альянсу ставить дополнительную базу. Он просто не дает. В то время как Андед сам базу ставит. Берсерк пытается отступить как-то, он очень много урона получает от вражеской армии. Новый нет больше, но при этом прокачанный ритуал, поэтому можно съесть, например, скелетика какого-то или вурдалака. Но скорее лучше скелетика, вурдалаков лучше просто так не лишаться. Ну, как бы максимум в размен может быть какой-то. Еще одного троллиного жреца берет. Магазин для того, чтобы купить расходники. Архимаг почти третьего уровня, поэтому он хочет закрепить, видимо, эту точку. Прямо сейчас у Альянса резко меняются шансы. Он хотел явно поставить базу, у него очень много рабочих, но базу теперь он в ближайшее время поставить не сможет, судя по всему. Ну, или сможет, но посмотрим, как это будет работать. Лич прибежал, пытается кого-то там напрячь, вурдалаки убегает. Только одного никого не забрал, ритуалом съел своего вурдалака для того, чтобы не дать опыт оппоненту. Хотя Архимаг уже третий уровень, второй элементаль есть, поэтому план минимум какой-то имеется. Все замечательно. Склеп для того, чтобы начать как-то производить дополнительное количество вурдалаков. Т2 до сих пор не нажал. Хотя ресурсы в принципе позволяют. Может уже сейчас нажать. Я думаю, в принципе, нажмет в ближайшее время, как только вспомнит о том, что, блин, надо это сделать. Альянс не нажмет Т2. То есть он хочет поставить дополнительную базу, судя по всему. Много вурдалаков нанимает. Тут с другой стороны вместе с ополченцами идет застраивать своего оппонента. Альянс. Героическое решение. Нестандартное. Планы изменились. Надо адаптироваться на ходу, а не долбить планы изначально до конца. И именно в этом моменте Джереми и игрок за Альянс демонстрируют свою стратегическую гибкость. Потому что абсолютное большинство игроков, как профессионального, так и не только уровня, мне кажется, старались бы до конца идти, ставить базу любой ценой. Но Джереми решил полностью все поменять. Таким образом, несколько удивить своего оппонента. Серьезная ошибка от Андеда. Он не смог окружить Архимага под Новой, и это очень важно. Но, с другой стороны, вурдалаков у него очень много. Новой в толпу, минус тролль-жрец. Башню он пытается сделать. Лисопилка имеется, поэтому можно, если что, нажимать. до сих пор не нажал Т2 андет. Но, в принципе, не важно. Дальше. Ой-ой-ой. Кошмар просто. Надо рабочих в первую очередь забирать, потому что не страдает от вурдалаков, но вурдалаков реально много погибает. Архимаг уже, в принципе, скоро прокачается до четвертого уровня такими темпами. Но башня качается, одна башня делается, башня духов качается, есть две нерубки, они особо урон не наносят. Если что, щиты прокачаны у пехотинцев, поэтому они от башен не страдают, например, от башни духов. Точно. Пытаются убивать Акалита в первую очередь. Но армии у Альянса толком нет. Однако, если он прокачает башню, у него будет позиция для атаки. Т2 до сих пор никто не нажал, абсолютно. Занимает пауков. Ну, пауки здесь так себе выбор, потому что пехотинцы с щитами, но с другой стороны это лучше, чем в Рудалаке, пожалуй. Хотя, конечно, хотелось бы здесь видеть уже Т2, честно вам скажу. Зекурат новый не поставить, потому что его сразу же отменят. Пехотинцев там потихоньку забирают, армии ни у кого-то у камни нет. Лич вообще почти без здоровья, но у него есть мана на одну ногу, использован вражеского героя. Архимаг почти без здоровья, но у него есть большая банка здоровья, он ее прожимает. Уже есть три паука, поэтому можно держать дистанцию. При этом на проклятой земле они неплохо так регенят. Конечно, сильно помогает элементарий, более того, там почти четвертый архимаг, вторая аура позволит постоянно и бесконечно вызывать элементарий. Это и сейчас можно даже с первой аурой, но все-таки небольшая задержка там есть. Кстати, глиняной голем если что, появился. Два троля берсерка, очень много урона они наносят. Есть контроль, четвертый уровень у архимага, вторая аура. Маны просто так много что девать некуда. А там уже две стрелковые башни, еще одна качается, еще одна дозорная башня строится. Жестко, пауков пытаются делать, четыре уже паука, очень побитый такой лич, мягко говоря, еще один минус паук. Ну, тяжело, пауки просто разваливаются на самом деле, как мы видим. Архимаг таким образом даже до пятого может раскачаться, а третий элементарь это вообще сильная тема. Четвертый лич, вторую ритуал в теории может прокачать для того, чтобы постоянно новый пользоваться. Тут это поможет ему на самом деле. Отходит домой в итоге. Проблема в том, что он не на Т2, поэтому не может покупать банки здоровья. И это на самом деле проблема. Но тем не менее есть ритуальный кинжал, который когда-то добавили нежити на Т1. И он может хотя бы так восстанавливать здоровье немного. Но ему сбили. А так он может вызвать новых скелетов. И опять использует ритуальный кинжал, благо там сразу два снаряда дается. Одна нерубская башня падает. До второй нерубской башни также достреливает. Такое чувство, что до башни духов не будет достреливать, хотя не факт. Аклитов на дополнительной базе толком уже не осталось. Там Огргромила появился, который наносит дополнительный урон по паукам. И, соответственно, сверхполезен против них. Армии вообще толком ни у кого нет. Оба сидят на Т1. На секундочку уже скоро 11 минута матча начнется. Огр погиб. Некроарахниды. Да. Сколько там у Архимага? Ну ладно, еще далеко до пятого уровня. Архимаг, у него очень мало здоровья, но в принципе есть тролль, который может останавливать хп ему понемногу. Падает потихоньку еще одна нерубская башня. Эти башни будет тяжело очень убить альянсовские. О, Ильич умирает, нет? Снова. Где-то забрал! Ну и Ильич тут умирает. Оба игрока потеряли героев. Может, что за дичь творится. Великолепный матч. Мне нравится. Пытается паук как-то отойти, но он под замедлением, поэтому умирает. Очень серьезные потери для обоих игроков. Отстраивает он на колитов. Выкупает он в итоге архимага. Мана у него восстановится за счет ауры. Просто нужен ему этот герой. Без него он в принципе ничего делать не может. А забрать паучков это всегда пожалуйста. Тем более, что за пауков очень много опыта дается, а герой-то один. То есть он получает весь опыт. Если пятый архимаг будет, то соответственно будет третий элементарий. А с третьим элементарем будет пушить прям очень приятно. Тут даже Близзард бы зашел бы для того, чтобы скушить все эти здания. Но элементарь наверное более универсален. Потому что это боевая единица, которая помогает воевать в прямом бою. А там нет рассеивания абсолютно никакого. Поэтому юнит сверх полезен. Выкупает лича. Лич почти пятого уровня. В принципе он может даже ритуал на паука использовать. У него скоро будет третья нова. С третьей новой тоже будет приятно воевать. Минус пехотинец. Пытается подрубить, отремонтировать нерубскую башню. Ну паук умирает. Странно, что ритуал не используют. Вот съел. Наконец-то использовал ритуал. Ему бы главное не зданиями добивать юнитов. Чтобы получать опыт. Блин, не хватает одной единицы опыта для того, чтобы получить пятый уровень. Как же неприятно, а? Еще наемников укупает. Просто альянс скупает наемников и играет тупо наемниками. Три башни, четвертую пытается сделать. Возможно, даже эту нерубскую башню лучше бы он отдал на самом деле. Столько всего, столько ресурсов он на ремонт отдает вместо добычи золота. Минус тролль. Пятый лич, третья нова. Очень приятно. Новые пауки заказываются, новые околиты заказываются. Ну и сияет, соответственно. Нова опять у архимага, если что, есть телепорт. А лич под замедление. А лич умирает. О, мой бог. Это, что ли, стопает, стопает, стопает архимага, стопает, не дает пройти. Пытается отойти, подступить бы еще элементалей. Лич пытается уйти, уже под проклятой землей есть регент. Архимаг прибежал. 50 здоровья. Лич пытается убежать. 30 здоровья. Не, он не уходит. Офигеть. Пятый архимаг, третий элементаль. Вот что значит отсутствие свитка телепорта, отсутствие банок здоровья, потому что нет Т2. Наказывается за это андет банально. Пора убивать. Сколько наемников было куплено за всю игру уже. Героический игрок за альянс, действительно. Под счетами бежит. С третьим элементалем. Просто в среднем сколько получается. 48 единиц урона в среднем за каждую атаку. При этом еще их можно вызывать в неограниченных количествах по перезарядке за счет ауры. Поэтому в текущих реалиях это невероятно сильная тема. Ну, нерубская башня сейчас скорее всего упадет. Лича выкупать хочет? У него ресурсов на это нет. А, он выкупил его уже. Окей. Он его уже выкупил. Продать бы Буталисману скользание. Акалиты не могут уже сдерживать атаку. Не могут уже ремонтировать нерубку. Поэтому нерубка судя по всему тут падает. Новая Акалита все подходит и подходит и подходит. Лич есть. У него при этом есть мана на нову. Вархимага бы кидать на самом деле нову предположительно было бы очень хорошо. Добивает, чтобы не давать опыт. Потому что ну хотя шестой уровень Архимага что? Мастерепорт тут не нужен. Третья аура тоже не особо. Ну, можно ее взять, но иметь просто от безысходности. Потому что ультимейт не нужен. Главное, что есть пятый уровень и третий элементарий. Это самое главное. То есть ключевой уровень уже был достигнут. Все еще сидит на Т1 и тот, и тот игрок. 15 минут матча заканчивается. Лич стоит, заходит в базу. У него есть нова. Мог бы ее использовать. Просто по перезарядке делает это Архимаг. Потерял много здоровья. Но там опять же есть тролль-жрец, который просто по КД бесконечно тыкает палкой в деда и восстанавливает ему ХП. Видимо там бормочит что-то на своем троллином. Опять нова. Архимаг все-таки немного проседает. И еще мана на новую есть. Там три башни. Тролля-жреца бы забрать. Забирает тролля-жреца, что больше нельзя было восстанавливать здоровье. Но там скоро выйдет новый тролль-жрец. Эти наемники просто не заканчиваются. Реально. Как только появляются, сразу же заказывают. Наемная армия. Самая настоящая. Кондотьеры современной эпохи. В антэфэнтезийной. А вот тролль-жреца, да. Ну потихоньку падает башня духов. Потому что она еле-еле справляется с пехотинцами под щитами. Акалиты просто не могут подойти для того, чтобы ремонтировать. Лич очень побитый. Как же тут не хватает Т2 банок здоровья. Можно его просто бесконечно ими закупаться. Ну вот есть. Восстанавливает здоровье тролль-жреца. Т2 нажал наконец-то. Фига. Т2 не нажал альянс. Ну видимо андэд смирился, что он теряет экспант. Все. Он больше не будет инвестировать ресурсы в защиту. Он просто нажал переход в следующий тир и будет играть вокруг этого. То есть ему не нужно сражаться под башнями. В теории ему бы там юнитов забирать типа там берсерка. Пауков желательно при этом не отдавать. Тоже было бы хорошо. Ну. Альянс добился своего. Он уничтожил вражеский экспант. Однако Альянс в одной базе против андэта в одной базе. Чем это может закончиться все прекрасно знаем. Нежить. Это та раса, которая может с трехкратным отставанием по количеству золота спокойно играть против любой расы. Огр громила. только наемники, блин. Продает склеп ради дополнительных ресурсов. Вынужден вернуться обратно, потому что башня духов, башня нерубская башня нигде не прокачена. Мэй не стреляет, поэтому дома вообще никакой защиты нет. И этим пользуются. Альянс он не боится, потому что это не та самая неприступная база нежити. Это еще не та база. Ей еще предстоит такой стать. Это новорожденный ребенок буквально. Нова в толпу берсерков. Одного берсерка забирает, скорее всего. Эй, надо его забрать. Не заметил, что у него мало хп. И глиняного голема в итоге не забрал. Никого не забрал абсолютно. Аж больно на это смотреть. И к тому же, так как качается мейн, околитов нельзя отстраивать. Тоже очень важный момент. А околитов всего два осталось. Слушай, ну это фиаско. И параллельно Альянс кстати базу поставил буквально только что. Там 12500 золота с самого начала. А он тут добыл уже сколько получается? 600-700 золотых монет. То есть минута работает уже. Не заметил. Архимаг почти шестой уровень, но так как он уже пятый, он не получает опыт с нейтральных хрипов. Т2 он нажал. Тоже уже давненько. На пофиг идут пехотинцы. Атаковать околитов. Защиты дома толком нет. Он забегает в рабочих. Лич может тут немного прокачаться. Минус околит, но сейчас есть Т2, поэтому можно их отстраивать. Это масс-телепорт. За счет убийства околита получил масс-телепорт. И теперь масс-телепорт конечно полезен. Он просто залетает на вражескую базу. У Лича нет свитка телепорта, он не может вернуться армией. Зекураты падают. Бою не поставить. Ресурсы не добываются абсолютно. Пытается забрать гелениных големов в первую очередь. Атакует проклятую шахту. Пауки пытаются уничтожить экспант. Лич возвращается домой. Пытается добыть вот какое-то золото. Аколиты ведь постоянно заказываются. Светок телепорта архимаг прожимает, уходит. Шестой уровень у Лича за счет убийства рабочих. И тут пауки умирают. О боже, Джереми! Что творит этот черт? Китайский. Реально мощная игра. Есть Тир-2 у Альянса. Можно светилище поставить. Кузинца есть? Да, Кузинца есть. Стрелков можно заказывать, наверное, в теории. Но учитывая, что есть экспант, наверное, хочется Тир-3 выйти. Тем более, что золото на все это есть. Продолжает он выкупать толпы наемников. Я готов. Лич с маной, поэтому будет нова. Он может забрать роля. Он это и делает. Ну и в итоге шахта стоит у Андеда, поэтому он добывает золото. Поэтому худшее, пожалуй, позади. Правда, там золото потихоньку заканчивается, но это уже мелочь жизни. Паука просто взяли и по УХП забрали. Ну ладно, не половину, но много. Я готов. Добрую треть. Крустальный шар. Смотрит, сколько золота осталось у оппонента. Что у него там вообще происходит? Сколько околитов на шахте? Громилу огра забирает. Death and Decay нужен Андеду здесь разве что, чтобы здание уничтожать, но это явно не та ситуация. Еще один минус тролль в размен на паука. Новые пауки заказываются. Рыцарь смерти условно не заказывается. Горный король появился у Альянса. Для контроля. Опять же молоток для того, чтобы остановить оппонента. У Архимага есть неуязвимость. Улича есть возможность купить банку здоровья в теории. Он может себе это позволить. Есть золото, есть Тир-2. Купает банку здоровья, восстанавливает ХП. Там нет прохода. Нова в Архимага. Ну, Архимаг просто нажмет телепорт. Лич пытается уйти. Банка здоровья, если что, если он ее купит и будет на перезарядке, он не сможет ее сейчас поражать, но он просто уходит. И учитывая, что тут все юниты под замедлением, то Лич в итоге выживает за счет этого. Нова. Лич потихоньку качается. Горный король подходит, сейчас будет молоток. Банку здоровья прожал. Замедление очередное. Нова по горному королю первого уровня. Маны больше нет у Лича. Мастер и Порт прожимает и в итоге уходит отсюда. Какой же жесткий и необычный матч. Мейн у Альянса закончился, у Нежити он еще будет работать полторы минуты. Ну, чуть больше, минуту 40 где-то. 600 золота в минуту добывается, для тех, кто не знает. По 10 монет в секунду. Делает еще вурдулаков, потому что дерево абсолютно не добывается, а ему нужно хоть какое-то дерево. Причем пытается что-то сделать у минус тролль. Ну, Death and Decay можно тут использовать сюда. Но опять же Альянс перелетит на Мастере Порте. Может себе позволить. И как раз против Death and Decay есть Смерть и разложение. Она называется в теории, да? Есть как раз Молоток у Горного Короля. Да, вот использует он Смерть и разложение. Под Паук-Паук тоже, кстати. О, Рыцарь Смерти появился, да. Мастер Лепорт. Ну, кстати, можно здесь в теории потерять ратушу. Не, ну почти. В шаге был, по крайней мере. Лич пытается здесь сбежать. Ну, учитывая, что Рыцарь Смерти подходит и будет Койл, тут Лич не должен умирать. А так, возможно, и умер бы тут. Но, Койл. Пускай и первого уровня, но это плюс 200 здоровья. Альянс собирается базу ставить на натурале оппонента. Еще один Койл. Под замедлением все-таки Лич от Голиного Колема. Молоток в очередной раз. Последний Койл, но молотка больше нет. Но, что-то неприятно на самом деле. Неужели Лич умрет? Да вот. Из-за замедления Гледеного Голема. Паук пытается стопить, не подпускать Гордного Короля, но Лич умирает от Архимага. О, Талисман Ускользания сработал. Еще раз сработал. Что по Мане на молоток не будет пока. Лич просто убегает. Ново. Опять Талисман Ускользания сработал. Он сейчас от башни убрет. О, нет! Ой, а! А! Good Game Well Played. Джереми творит чудеса. О, какой матч крутой. Это было кайфово. Надеюсь, вам понравилось, друзья, так же, как и мне. Это было круто. Спасибо, что были со мной. Всем до встречи и удачи! Все гармонии! Встреча сми! Следует... Субтитры сделал DimaTorzok Rev